Получение подвоев, селекция наоборот. Дело в том, что подвой, подвой в родине. Если они несъедобные, то потом их надо снова и снова привить. Ну, допустим, привой погиб, а подвой несъедобный, и его надо снова привить, а он снова не хочет. У меня были случаи три попытки каждый год, три года, и бесполезно. Настолько упрямые, с моим-то умением, и вдруг стоит подвой. Ну, хорошо, что если он оставляешь его в покое, он дает культурные плоды. То есть не такие, какие были у его родителя, в которых взята косточка несъедобные, а уже вполне приличные плоды. Вот. Я пытаюсь вычинить. Да, у него есть супруг у родителя, он мог повлиять. Но тут вступает, и я не могу понять. У ученых тысячу в миллион раз больше наблюдений за все годы и десятилетия, чем у меня. В голове сидит фраза. Это я ничего не утверждаю. Это как бы фраза, ну, такая спорная, но где-то бесспорная. Вот. На материнском дереве, если вырастет что-то, то оно будет все в маму. А папа только опыляет, а его качество и не видно. Вот. И вообще, это целая наука, это целая проблема. И сколько попыток надо, чтобы получить новый сорт. Я прочитал научную статью, я не помню, я запомнил цифру. Один из двух с половиной тысяч косточек, семечек, или семечка, или косточка, является предвестником нового сорта. Так. Попробуй тут разгонись. А здесь всяк. Вот. У меня, например, подвой не погибает. Продолжает плодоносить. Вот как бай, допустим, да. Привой. А подвой тоже сбоку вылез, я его не тронул. И у меня таких случаев десяток. Я их все не привожу, потому что я уже это делал не раз. А это же вебинар. И получается. Ну, ничего. Привой там разочаровал, погиб. Оказался не таким, каким бы хотелось, или не плодоносит, как было в какой-то год. А подвой-то легче плодоносить. Он более устойчивый. На мороз, на заморозки. И вот результат. Скошенная в саду железо, в их трава и упавшие листва остаются на месте, увеличивая плодородие почвы. И это без несения удобрений в принципе. То есть я что заметил. Каждый год кашу. Траву не трогаю. Кашу не трогаю. Вот. И до того докашусь, что мне не надо удобрения вообще. По причину я вам называл. В основном плодородие берется из воздуха. Точнее, из слова воздух. Понятие широкое. Из того, что в воздухе присутствует нейтральный азот. А потом, спасибо водосинтезу, углерод, углеводород. И пошло-поехало. Значит, вся эта система работает на плодородие почвы. Если не рыхлить почву в саду. Потому что сколько можно это самое. Но если бы вы посоветовали человеку рыхлить почву. Это же сотки. Это каторга. Поэтому и переходят. И родители уже не могут одеть им шашлыки. Что они, дураки, что ли? Это мы были этими фанатиками. Ведь вот этим так отбили охоту этим самым черным парам. Так отбили охоту. И огромными ямами на посадку отбили. И ежегодная преска. А дерево себе взрослого. Знаете, как его трудно резать? Когда нам столько кажется веток лишних. Помните схемы? Десятки. Каждую отпилить. Пора осмыслить и принять наше мировоззрение в современном садоводстве. Знаете, какое? Решиться она нет. Произнести это. Вот оно. Борьба двух научных школ Лусенковской, Мичуринской и Вавиловской 30-50-х годов завершилась. Нет, не победой одной из них. Взаимным уничтожением. Вот так вот. И вот это я просто горькая фраза. Горькая фраза. Потому что огромное количество ученых работало над вегетативной гибридизацией. Огромное. А потом вольнение по собственному желанию. Кого в лагерь? Кого лес валить? В Сибири. И все. Нету вегетативной гибридизации. Вот все вот эти вот, что вы видели, фотографии. А это только маленькая часть. Все это вам приснилось. Сейчас только щипайте себя. Уже ли заворонетки растут? Вот это. Вот. Но продолжаем. Все-таки она вертится. Хорошо, что меня никто не собирается сжигать на костре. Интересно, пошел бы я на костер или притворился раскаившимся. Опыт вегетативной гибридизации превращение дикой вещи в культурную с генами черешни. Вот это вот. Знаете, Дарья Александровна? Нет? Вот она такой была. Значит, вот это волей судьбы. Ведь я же выкупил этот самый участок за миллион рублей. Говорят, он не стоял того миллиона. Но мне так, наверное, было десять соток. И вот она вишни. Вишня эти была совершенно дикая. Я привил культурную черешню. Потом я говорю, Олег, каждый год будешь отрезать крупную ветку. А она будет расти. Эту, эту, эту. Он не стал резать. Вишня погибла. Черешня погибла. Раз, два, три, все, четыре. Вот. Вишня укропнилась два раза. Для кого-то. Ну, кто еще мог ее укропнить? Скажите мне на милость. А самая крайняя, которая вот, это самое, она еще и сладкая стала. Вот. А вот это вот дикая вишня. Вот она, изначально. А вот это вот я угощаю дускобилово. Это вишня с гранедуренными генами череши. Но это вишня. Лист уже огромный. Это вишня. Вот. А это, пожалуйста, вишня. Но прежде чем вот черешня, вот вишня, у них общий корень. Это с вишней. Но как вам вишня вот эта вот? А? Вот это вот. А мне говорят, нет. А что самое интересное, я ни с одним ученым не смог поговорить на эту тему. Они не говорят, что она есть. Они не говорят, что нет. Не так. Она для них не существует. В природе вот это вот занимается. Вот дускобилово вызвонил, приезжай, подтвердишь. Потом, когда я вам показал десяток таких примеров, я говорю, значит так, я в своих фильмах буду размещать в вашем телефону, чтобы меня болтуном не называли, вы будете моей крышей. Он говорит, да пожалуйста. А что ему уже за 70 было? Его уже уволили. Что ему бояться-то правду говорить? Вот так выглядит вишня. Еще раз. И у меня есть десяток фотографий на разных деревьях. А черешили не вишни, особенно где были желтые черешни, погибли, а они прошли с такой стадии. До того интересно, слов нет. Вот. Видите? Это бывший дикарь. Это саду мы вместе сфотографировали. Это вот этого. Это вишневый черенок дал вот такой вот, Чернобаев дал, он сфотографировал. Говорит, корову, это же черешня. Я говорю, да, черешня. Но сегодня еще год, снова вишня. И до сих пор вишня. Но зато какая вишня. Зато какая. Вы помните фильм, как он рассказывал, как они жрут горстями всей семьей. Ну, это я уже рассказывал про нее. Еще один случай. Веточка вишневая, скобка, где она черешня. И вот что выросла. Это уже это самое Калининград. Вот. Качущий питомник. Лена Александровна, что-то мне это лицо где-то я видел. Это не вы случайно. Так вот, что такое Качущий питомник. Я вас подвел к абрикосу, ему всего три года. Мощный рост, как он и должен быть, так. Нет, четыре года. Ему была сделана мощнейшая обрезка, и он снова погнал вверх. Мешал другим. А, значит, вынеслил отсюда штук двадцать других деревьев помельче. бог ему судя. Теперь мы с ним веточки берем. Вот это есть Качущий питомник. там так далее, так далее. А вот еще кусочек питомника. Вот здесь яблочки, вот они коснеют, видите, вот они остались навсегда. Все выдавлено почти все уже. Вот. Красный хутор, это здесь много таких участков, это самое лучшее в Сибири место для садоводства. Лучше и к сожалению, ладно, еще горькая эта тема, и не купишь, и никого не надо. Так, осеннее ошмыгивание листьев. Страшнейшая ошибка. Человек, который ошмыгивал, я очень уважаю, вот, один из наших лучших садоводов. Конечно, он взял ножницы, обстрих, он не стал ошмыгивать, типа, рукой провел дрррр, как другие делают. Но почки больше никогда не вызревают. Все, человек купит, посадит, вот, листьев нет, почка не вызревает. Вероятность гибели, или просто, может, и не помрут, еще и не обрезанная. Вот Сергей бы вот так, листья бы оставил целые, или я, отрезал бы вот так. Это осень. Нарастет, поверьте, знаете, как растет? Так, это мы, пример, приводили, вот уже, там было на нем, на этом, на этом ветке были плоды, но радосты злели, и, наконец, она умирает, только потому, что здесь связано несколько веток на прививку. А вторая ветка цела, не тронутая. Вот это разница. Это лишнее доказательство. Вот. А вот это та вторая ветка, вот, где вы позируете. Практика железовая. Низкая прививка, сохранение всех скелетных веток, отметка маркером, где корневая шейка, здесь не видно, и ориентация север-юг у продажных саженцев. То есть, прежде чем продать, мы здесь ставим отметку, вдруг земля сыпется, или человек откуда ему знать, где север, где юг. Это очень важно. Борьба в одиночку, с гибельными обрезками тысяч авторов. Тысяч! Перед вами верхушка айсберга. Повторяюсь, почему? Потому что, если вы, Илья Александровна, скажете, что ну до чего дошло? Если человеку нужно этом, это журналы представителей хозяйства, нужно заработать на рекламе, так, агроному Стахнёву нужно продать эти клакончики, ради этого подвергает смертельной опасности столько деревьев, сколько людей им поверят. Тысячу, пять тысяч, сорок тысяч поверят. Не все бросится покупать. Но название красивое, живица. Но для того, чтобы перевоспользоваться, надо искалечить дерево, а если не калечит, позднее осеннее. Подлость и предательство, гражданин Стахнёв. А это просто таких у меня уже сотни я их наколлекционировал. что творят невероятное. Распинают деревья. Зачем? За что? Ужас какой-то. Вот этот ролик тут же. Вот. Обрезка и советы по обрезке абрикоса. Я столько набрал обрезка. Вот. Ну что ему в это? Ведь он не просто стоит и калечит дерево, изувечил. Он же людей учит этому. За что? Это же абрикос. Бывает, ветку отрезаешь в небольшую, тонкую. Прирост последнего года. А тут прирост трёх последних, четырёх годов уже мёртвый. Ну хорошо, скажете, ты в Сибири живёшь, у тебя, конечно. А мы-то на юге. А на юге-то, знаете, какие грибы жрут? Ну как жрут? Вот это, как он туда попадает? Да такой, чёрт ему, это дерево, это рана. Это я не раз приводил пример. Ещё раз. Я понимаю, что у вас будет доклад, вы этого не будете повторять. Валерий Константинович, здравствуйте. Я посмотрел ваш фильм. Вот. Из Питера. Письмо. И рвануло на дачу, там, за сто и десять метров. Приехала, поздно, искалечили. Я стояла посреди изувеченного сада, до неё дошло, что такое вечное, и плакала. Вот это я запомнил на всю жизнь. Стояла и плакала. А эти, которые резвые, не плакали. Они не могут отличить деревяшку у столера от живого дерева. Ну а дальше примеры, как легко загубить дерево. Мешает, мешаем ветки, мешает. Страшная вещь. Таких я уже обнаружил сотни. Название не знаю. Один умник мне написал. Название забыл. Да чего вы это тем, это самое себя строите. Да это же это, грибковое заболевание и заковырившее. Ну и что, ты научил, как вылечить у него? Ну грибковое. Может быть, здесь вот такие эти самые бывают, где может отсюда и сыпятся эти споры. Может это просто дырки, а может это споры оттуда сыпятся. Ну, карпускулы, как их называть. Но нам-то от этого легче. Не лечатся они ничем. Бесполезно. Вот здесь тоже, и такие у нас тоже, их стоить, не было. Как могло случиться, что вдруг заболели все практически. Ну, где у нас процентов яблый. А вот это мой пример какой? Это предыдущий хозяин, когда я все это сейчас укупил. Вот так обрезал, ну и что получил? Узнаете? Вот то самое, которое мы называем. Кто огневицы, кто как по-народному. Вообще это, да, грибы. А почему? Грибы, его бы не тронули, не было бы ни одного пятнышка, если бы он не обрезал. Вот эту часть дерева умертвил. А с чего они умертвили? Ближайший побег, вот он, умертвил. Грибы едят только мертвичину. Нигде, никогда вы не это, не увидите гриб, который съел хоть одну живую клетку. Никогда. На носках грибы живут, ой, не хочу отдыхаться, я бы сейчас объяснил вам, где у вас грибы находятся и почему они это. Так вот, это грибное заболевание, связанное с искалечением дерева. Спасибо предыдущему хозяину. Так, а то, что я вам показывал, вот, там, помните, выше, этого вообще объяснения нет. вот это вот фотография, видите, я делал сильный ливень специально. Не один человек из миллионов, если все взять ученых, это вы не будете говорить, потому что вас с трибуны прогонят, это я говорю для наших этих самых, надо как-то гладко это все объяснить, что листья на деревьях имеют специальную форму предназначена для регулирования дождевых потоков. Не просто, что вот так это льется, да, конечно, там под деревом мы прячемся от дождя, она специальная форма, специальная, и чем больше льется, тем больше она уходит на периферию. Задача дерева сохранить все, что находится под ним, потому что это так же как точно, вы знаете, сильный, этот самый, затапливает сильный ливень, когда поднимается вода в реках, в озерах, вот, мы же так, до воды 8 метров, а погреб всего на 4 метра, да, вспомните, под гаражами на 5 метров, и вдруг раз, затопило, с картошкой, с морковкой, со всем, затопило, ну, так вот, дерево, чтобы и не затопило его, вот этот круг приствольный, специально отводит воду, а там, потому что в подвальных этажах вторая половина дерева, почему об этом никто не знает, кто учит заливать их этим, представляете, делайте два, я вот это, ну, как ученым, то вы не будете это обещать, для наших, для своих, не для протокола, 2-3 полива, но обильные, чтобы промотить 2-3 метра, да, пишет, 5 метров, а наму дерево это надо, оно же потом листву не сбросит, оно будет потом исправить лагу, но оно погибнет, все это, а потом дерево болеет, ни за что не догадаются, что за, от того, что налили воды, вот, пожалуйста, это, как я видел, это, украинец берет, земля, вот так отрезает, только более мощного дерева, вот такую ветку, и говорит, это гордо, немецкая технология, и называет еще, название, которое я не слышал, и вот я понял, у нас все идет оттуда, все эти распятые деревья, изувеченные, искалеченные, шло на юг, но самое, ну ладно, это Украина, там потеплее, но Россию пришло, и пришло, как бедствие, только никто не осознал, у нас сельское, оказывается, министерство сельскохозяйства дало добро и команду переходить на эти, на карлики, это так красиво звучит, только вот наши карлики после первой зимы потеряют все плодовые образования, и больше все, он не нужен, на нем, он же не растет, карлик, вот, вот, одна нормальная зима, вот это, а какие могут быть еще абрикосы, там, ну ладно, опять я завелся, меня вот это смутило, ну там учат, ну скажите, что это даже, в Россию нельзя пускать эту технологию, мне пустили, ну вот, пожалуйста, я у меня сфотографию, я Тимошку сюда посадил, сфотографировал, вспомнил, как говорит это, пеньки только, Кот Матросский, только нужно этим бабушкам, на них сидеть, когда за гребами пойдут, нет, вот, вчера вот такую рану сделал, мой сосед бывший, у него вот это отсохло, теперь вот это, начинает умирать, а ведь это не просто деревья, это те самые, помните, мальчишка я фотографировал, с плодами, 100 грамм, а вот она ранетка, а и по барабану, скелетные прививки приближают плодношения, но долго не живут, и вот тут я, это самое, куда-то делалась, а вот она, ну, клинилась бывает, вот эта вот фраза, скелетные прививки приближают, но долго не живут, ребята, не увлекайтесь, вот смотрите, если я взял грушу ладу, сделал прививку, три года получал, одна ветка, она практически не росла, потому что сильно много плодов, три года испытания закончены, но третий год все-таки выбросило побеги, я с нее взял, и размножил, и мне теперь эта груша, если кто фильм видел, позавчера снятый у Чернобаева, который перенял у меня этот самый, эти клоны, да, который ее расхвалил, да, то есть процесс пошел, но она через три года погибла, скелетные прививки на взрослом дереве отторгаются лучше, чем когда, как у меня, дерево привито у самой земли, так, и что получается, растет крона, если ей дать шанс, я говорю, сразу или первое, то потом, от прежнего дерева, столько корней, и маленький пенечек торчит из земли, ну, буквально пол пальца, да, а то и меньше, как удастся, все, а вся крона дерева, и вот тут оказывается, что он бы рад бы, по двое бы выдохнуть, у него свои есть, и коциты, они вступают в борьбу, они не пускают, и чем дальше по эволюционной лестнице привой, то есть по двое один край, привой раскосся дерево в другой, тем труднее им соединиться в одно целое, вот, и еще труднее, когда, ну, можно, раз мы все крона у нас новая, то есть ему трудно, это, шансы большие, как бы большими силами, плацдарм захватывается, якобы там, не батальонам, а дивизии сразу, а здесь получается, что нам говорит, тысячу раз, и мне говорили, Валерий Константинович, только так, только то, что вы, только взрослое дерево, только на него, можно прививать, и только с него, нужно брать на прививку, а как с него возьмешь, там просто, то практически нет, я махнул на это дело, и у нас еще будут вебинары, я кучу фотографий сделал, вы посмотрите, полутораметровый, мощнейший прирост, и абрикосов, вот, а им по 3-4 года всего, и уже плодоносит, вот, и уже ясно, что это шедевры, и это ясно, что вот этот путь, не для нас, только для того, чтобы мы могли, испытать как можно быстрее, а этот пример, почему я из сотен снимков выбрал этот, потому что это, наверное, Ефимова, ей уже было 5 лет, нет, ей было 4 года, я сделал прививку, и она, это уже, это, второй год, было отношение прививки, я вот такая же была, есть фотографии, видели многие, вот это на второй год, на тренинг, вот поменьше, но уже прирост, потом она умирает, это ее судьба, и только тогда, примерно на 6-й год, заплодоносила нарядную Ефимова, а этот, то есть на 4-й, то есть нарядной Ефимовой было 4 года, она заплодоносила, а там все нет и нет, вот я к чему говорю, только для быстрого испытания, прививка, что, почему она такая, ах, какой замечательный снимок, какой замечательный урожай, наелся это самое, ладно, испытал, да она отдала урожай, потому что погирать собралась, вот и все, это то, что я называю, предсмертный урожай, уже так глядя, я уже знал, что она помолит, так, бутылка, вот смотрите, на улице минус, солнце пригревает, вы заметили, даже в пасмурную погоду, в машине всегда тепло, машина тоже, этот самый, теплица, и здесь также, допустим, минус 3, а допустим, снаружи, ну, допустим, плюс 3, плюс 5, все, вытаивает почва, корни заработали, и процесс идет, все спит, а под бутылкой идет процесс, то есть сращивание, и начало сокодвижения, начало вегетационного периода, приходит осень, все выздорово, уже из-за ничего не погибает, мелочь, но приятно, так, смотрите, мы за час, что, ну, будем считать, а, позже начали, за час 20, мы с вами поговорили, это было в лихорадке, на самом-то деле, у меня, совсем другой, была сегодня тема вашей письма, так, вот, ну, так сложилось, что мы лихорадочно готовимся к поездке, хотя деньги еще не собрали, вот, на что я намекаю, поймите сами, теперь, значит, сейчас получается, что, оставшиеся полчаса, я передаю, она этого не знает, я люблю экспромт, я, она думала, что будет сидеть, только уши развесим, нет, Лена Александровна, давайте, сейчас я хочу, вы со мной провели, в этом году, максимальное количество часов в саду, так, вы сегодня собирали абрикосы, вы сегодня собрали отдельно для анализов, вот, так, повезете куда-то в лабораторию, так, с этого места, кому интересно, подробнее, дело в том, если бы это было бы рядовой случай, ну, Крыму, и у меня как получилось, я хочу, давай, кончить свою мысль, когда, это самое, один крутой ученый, в журнале, вестник садовода, напечатал статью, так, про генерала Раевского, он же президент императорского общества садоводов, там была фраза, что, вот, что вы сейчас смотрели, я все уклон был куда-нибудь, идите на генерализацию, селекционное клонирование, а его фраза звучала так, а фамилия у него Ранникамф, он же не скрывал, это же 60 тысяч экземпляров, вот, а вот тот, Раевский, генерал, он же председатель императорского общества садоводов, не согласился бы с железом, я думаю, что ж такое, я раз, где он был, а я ж не знаю, не вничал, да он классик, ну подумаешь, что в Херсонской области, это, и Крым, а какого хрена дереву там напрягаться, ну так, здраво, ну да, это у нас, или умирая, или это, или кореш программу, так же, так вот, значит, а вы зачем-то, что-то, князь, но мне это тоже, этофзн, человек, но это Phil, это гей-то, почему он может быть. Когда он не weet, что заинтересовала? Продолжение следует...